Добрый день, глубоко уважаемые члены президиума, уважаемые коллеги. Мне хотелось бы начать свое сообщение сравнительно эффективность современных методов оперативного лечения нефролитиаза с экскурса в историю саратовской урологии, которая в изучении актуальных вопросов мочекаменной болезни в Саратове можно выделить три этапа. Это исторический, с 1909 по 1989 год. Это современное начало внедрения эндоурологической техники с 1990 по 2001 и инновационной, когда на базе Саратовского медуниверситета организуется нефундаментальный клинический уровень нефрологии и применяется полномасштабно, используются методы литотрепсии. Средняя Поволжья, где располагается Саратовская область, является эндемичной зоной по мочекаменной болезни. Именно поэтому данному заболеванию был повышенный интерес местных ученых. История Саратовской школы урологов как составной части хирургии связана с именами выдающихся деятелей отечественного здравоохранения. Это ректора и основателя Саратовского медицинского института, профессора Василия Ивановича Разумовского, а также академиков Сергея Романовича Миротворцева, Сергея Ивановича Спаскуковского. Каждый из них создал свою хирургическую школу, в которой пристальное внимание уделялось вопросам урологии, конечно же, в том числе мочекаменной болезни. В трудах первого ректора и организатора Саратовского медицинского института Василия Ивановича Разумовского мы находим публикацию о бездренажной цистолитотомии, датированной 1893 годом. Один из его учеников, профессор Бразжазовский, в 1906-1911 годах выполнил 80 камней дробления у детей, о чем сделал сообщение на 10-м съезде российских хирургов. Академик Сергей Иванович Спаскуковский работал в Саратове с 1912 по 1926 годы и возглавлял кафедру госпитальной хирургии. В эти годы на кафедре воспитывается славная плеяда его учеников. Это один из него Бакулев, в последствии академик и первый президент Академии медицинских наук СССР. Его имя в настоящее время носит российский институт сердечно-сосудистой хирургии. Это профессора Никитин, Голубев, Алмазов и другие. На данном слайде представлены ученики Академика Спаскуковского. Сергею Ивановичу был предложен внедрен трансабдоминальный доступ к мочеточнику при рецидиве мочекаменной болезни, а также пластические операции при гидронефрозии. Ученик Спаскуковского профессора Николай Иванович Голубев усовершенствовал пилолитомию институ, а также разработал ступенчатую уротеролитомию при камнях мочеточника. Академик Сергей Романович Миротворцев хорошо известен как у нас в стране, так и за рубежом. Оригинальным способом пересадки мочеточников в непрерывный кишечник, а также в то же время Сергей Романович уделял много внимания вопросам мочекаменной болезни. На данном слайде представлены камни, изъятые у пациентов, из коллекции музея профессора Миротворцева. Накопленный в Клинике Миротворцев опыт по лечению камней мочеточников лег в основу диссертационного исследования Александра Михайловича Некрасова, будущий организатор и первый заведующий кафедрой урологии Саратовского медицинского института. Александр Михайлович в 1963 году защитил диссертацию на тему клиника, диагностика и лечения камней мочеточника. Ассистент кафедры госпитальной хирургии Николай Михайлович Панукалин в 1969 году защитил диссертацию на тему хирургического лечения больных с короловидными камнями. В ней автор на основании наливок сосудов почек у трупов, а также прижизненной ангиографии, обосновал анатрофическую нефролитомию и усовершенствовал гемостатический шов на паренхему почки. Николай Павлович Райкевич в 1985 году защитил докторскую диссертацию «Экспериментально-клиническое обоснование оптимальных оперативных вмешательств на мочеточник». И одна из глав в диссертации посвящена обоснованию и разработке микрохирургической техники при уротеролитотомии. Современный этап в развитии урологии Саратова начинается при заведующем кафедрой урологии профессоре Спирине Владимир Алексеевич. В 1990 году 8-я городская больница, в базе которой находилась кафедра урологии, оснащается первым в Саратове экстракорпоральным литотриптором «Триптор-Х1», а также набором для ультразвуковой контактной литотрипсии. А в 1995 году открыто профильное отделение мочекаменной болезни. К этому времени уделенный вес дистанционной контактной литотрипсии уже составил 30% от всех хирургических вмешательств при уролитиазии. Инновационный период связан с именем профессора и член-корреспондента Академии медицинских наук Петра Витальевича Глыбочка. В 2004 году кафедра урологии была переведена на территорию университетской клинического городка, где была развернута клиника урологии и оперативной нефрологии на 120 коек. А в 2006 году был организован научно-исследовательский институт фундаментальной и клинической уронифрологии. С 2010 года Петр Витальевич стал ректором Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, а ректором и заведующим кафедрой урологии стал профессор Владимир Михайлович Попков. Итак, вернемся к нашей теме. Существует большое количество заболеваний, существует большое количество современных методов лечения мочекаменной болезни. Однако, несмотря на это, заболеваемость неуклонно растет. И показатель в мире составляет от 3 до 5%. Актуальность данной проблемы обусловлена в том числе и тем, что в 65% заболеваний регистрируется в возрасте от 20 до 60 лет, что влечет за собой существенные экономические потери. В последние годы заболеваемость мочекаменной болезни в Российской Федерации также характеризуется тенденцией к росту. Мочекаменная болезнь распространена повсеместно. Много сегодня лекторов говорили уже об этом. Она остается, безусловно, актуальной проблемой современной урологии во всем мире. Существуют регионы, которые в силу особенностей своего географического расположения и климата являются эндемичными по данному заболеванию. К таким регионам относятся Ближний Восток, Скандинавия, Япония. Достаточно распространена мочекаменная болезнь также в развитых странах Европы, Северной Америки. Ежегодно в них регистрируется более 80 тысяч новых случаев уролитиаза. Уровень заболеваемости мочекаменной болезни в Российской Федерации также постоянно растет. И по последним данным составил около 580 случаев на 100 тысяч человек. Эндемичными регионами территории страны считается Поволжье, о чем я уже говорил, Северный Кавказ, Южные регионы, Горный Алтай, а также районы Крайнего Севера. На настоящем этапе развития применяются четыре основных группы хирургических вмешательств при мочекаменной болезни. К ним относят дистанционные ледотрепсии, рентгенно-эндоскопические методы, ляпароскопические и традиционные открытые операции. Невозможно представить хирургию мочекаменной болезни и ее осложнение без вспомогательных методов лечения, которые помогают справиться как с обструктивными, так и с воспалительными явлениями. Основным принципом, конечно же, выбора метода оперативного лечения является применение в данной конкретной ситуации оптимального и наименее травматичного для пациента и его почки способа удаления камня. За последние годы структура хирургического лечения мочекаменной болезни претерпела значительные изменения. На данной схеме представлена схема. За последние 30 лет насколько изменилось качество оперативных вмешательств. Если раньше превалировали открытые хирургические вмешательства, то в настоящее время наблюдаем преобладание малоинвазивных методик. Так, в прошлом году в нашей клинике доля открытых операций составила всего 0,5%, тогда как остальные 99,5% пришлись на эндоскопические и дистанционные методы лечения. Данный факт, конечно, связан с повышением квалификации специалистов. Это применение новых диагностических методик, успехи в скрининге заболевания и динамическом изменении подхода к выбору метода лечения при мочекаменной болезни. Активное применение малоинвазивных хирургических вмешательств дает возможность сокращать послеоперационный койко-день, лечить большее количество пациентов с меньшим числом осложнений. Данные представлены в сравнительном показателе эффективности лечения больных с нефролитиазом в нашей клинике за последний 15-й год. То есть за последние 10-12 лет количество пациентов с МКБ увеличилось почти практически в 3 раза. Оперативная активность составляет около 100%, из которых 99,5% — это эндоскопические операции. Частота нефрактомий менее 1% и летальность, к счастью, практически сведена к нулю. С 2008 года в лечении нефролитиаза в нашей клинике активно используется перкутанная нефролиттрепсия, причем ее доля из общего числа малоинвазивных операций с каждым годом растет, что связано в том числе и с возможностью излечения пациента за один этап лечения при конкрементах высокой плотности и большого размера. Повсеместное применение дистанционной литтрепсии вынуждает производителей постоянно усовершенствовать современные аппараты. В нашей клинике имеются два литотрептора. Это Сонолит IC с фирмой Adaptive Named France с электрокондуктивным принципом генерации ударной волны и аппарат Darnier Compact Delta в Германии с электромагнитным генератором ударной волны. Хотелось бы более детально остановиться на аппарате, который у нас находится в нашей клинике с 2009 года, на котором проведено более 2,5 тысяч сеансов. Это аппарат Сонолит IC с. Он является воплощением эндурологической концепции. Данная модель литотрептора полностью отвечает всем профессиональным требованиям. Используется система симультантного рентгенологического и ультразвукового наведения для эффективной локализации и мониторирования в реальном режиме времени. Он создан по новой технологии в области экстракорпоральной электрепсии электрокондуктивной. И данная модель, конечно, объединяет в себе и высокую технологичность, и инновационный дизайн. Принцип электрокондуктивной технологии. Во-первых, это запатентованная фирмой Adaptive технология, что обеспечивает более точное наведение для точного воздействия на камень, большая частота ударных волн. Имеется патентованный многоразовый электрод с высокопроводящим раствором, который помещается в высокопроводящий эксклюзивный раствор для наведения, что обеспечивает стабильный и мощный электрический разряд во время всего срока работы электрода. Что еще хотелось бы сказать про электрокондуктивную технологию? Это интегрированный имеется гидрофон для мониторирования давления в реальном времени. Это автоматический регулятор напряжения для стяжения максимальной энергии в фокусе. Это автоматическое определение состояния электрода для оптимального его использования на протяжении всего времени работы. Имеется адаптивная мощность, высокая гибкость ударных волн, и линейная зависимость между фрагментацией и контролем мощности без феномена насыщения. Преимущества – это оптимальная лечебная тактика, концентрация энергии и безопасность для окружающих тканей, а также лучшая фрагментация конкрементов, достаточно высокая гибкость и выбор режима лечения, основанная на мощности и частоте без, от безболевого лечения до высокой эффективности и, конечно же, оптимального комфорта для пациента. Использование электрокондуктивных технологий, что нам позволило? Во-первых, в течение 30 дней эффективность составила более 80%, то есть частота отхождения фрагментов, это достаточно высокая частота. Возможность использования для размеров конкрементов до 2 см и плотностью более 1200 единиц по Хансфилду. Ну и, что немаловажно, это низкая частота повторных сеансов, не более 14%. Из технических характеристий хотелось бы обратить внимание на максимальную глубину расположения фокуса, это 210 мм, что позволяет проводить сеансы ДЛТ пациентам более 100-150 кг. Итак, что же электрокондуктивные технологии, в чем же ее преимущество? Ну, во-первых, это достаточно хорошая мелкодисперсная фрагментация, это безопасность для окружающих тканей и практически безболезненное лечение. Здесь на этом слайде показана визуализация рентгенологической и, возможно, одномоментной ультразвуковой фрагментации и снимок сразу же после сеанса дистанционной литтрепсии. Наряду с дистанционными методами лечения в клинике урологии активно применяются контактные методы дезинтеграции конкрементов различной локализации, к которым относят контактную уротеролиттрепсию, пилолиттрепсию и перкутанную нефролитотрепсию. И при всех методах контактной литтрепсии применяются такие виды дроблений, как пневматическое, ультразвуковое и лазерное. На выбор метода лечения, оперативного лечения, оказывает влияние комплекс факторов. Это локализация конкремента, его размеры, плотность, функциональность состояния почек, о чем говорили уже многие сегодня. Это выраженность воспалительного процесса, наличие аномалий развития мочеводящих путей, а также предполагаемые отдаленные результаты и пути метафилактики заболевания. Это находит отражение и в современных руководствах по лечению мочекаменной болезни, которые ежегодно обновляются в Европейской ассоциации урологов. И на данном слайде представлен современный подход к выбору операций по активному удалению конкремента чашечкой. В первую очередь, выбор метода зависит от локализации конкремента и анатомических особенностей почки. Вторым фактором, который учитывается при определении метода лечения, является размер конкремента. Так, при крупных конкрементах любой локализации предпочтение, конечно же, следует отдавать перкутанной нефролиттрепсии, в то время как при размерах камня от 1 до 2 см предпочтительным является применение дистанционной литтрепсии. Однако необходимо учитывать особенности анатомического строения почки. Это чашелоханочный угол, это ширину шейки нижней чашечки. И в случае наличия прогностически неблагоприятных факторов к выполнению ДЛТ, следует, конечно, выполнять перкутанный вид дробления, либо трансуритральные методики. В то же время, при небольших размерах камня, конечно же, дистанционная литтрепсия является методом выбора, независимо от его локализации. Как было уже сказано, на выбор метода лечения оказывает влияние химический состав конкремента. Так, при рентгенонеконтрастных конкрементах, даже средних размеров, в качестве приоритетного метода лечения устанавливается, конечно же, пероральный химолиз, при неэффективности которого уже применяются оперативные методы лечения. Целью нашего исследования было провести сравнительную оценку эффективности оперативного лечения конкрементов почек различными методами. Дистанционная литтрепсия, как монотерапия, перкутанная нефролиттрепсия, а также комбинированное лечение. Диагностика нефролитиаза проводилась на основании комплексного инструментального обследования, которое включало, конечно же, ультразвуковое, рентгенологическое, компьютерную томографию. И по результатам компьютерной томографии определялась локализация, размер и плотность конкремента, которые оказывали влияние на определение тактики лечения на предоперационном периоде. Во всех случаях было проведено исследование химического состава камня, для чего применялись такие традиционные методики, как поляризационные микроскопии, так и инновационные методики. К последней можно отнести джоулеметрию. На данном слайде представлено многообразие структур конкрементов по данным поляризационной микроскопии. По данным проведенного обследования в нашей области, в Саратовской области, химический состав конкрементов наиболее распространенной оказались аксалатные камни, это до 44%, и камни до 28% смешанного химического состава. Критериями включения пациента в исследование явились наличие конкрементов почки размерами от 6 мм, различной плотностью, отсутствие выраженного нарушения функций почки, а также отсутствие аномалий развития мочеводящих путей, отсутствие обострения воспалительного процесса на момент оперативного лечения. Для дистанционной литрипсии в качестве монотерапии мы отбирали пациентов с размером конкрементов от 6 до 20 мм и плотностью не более 1300 единиц по Хаунсфилду, а также отсутствие выраженной перевоспалительной реакции. Показаниями для перкутанной нефролитрипсии и комбинированной терапии варьировали, однако чаще всего это были крупные конкременты с высокой плотностью, прогностически неблагоприятные для дистанционной литрипсии. Дренирование на предоперационном этапе во всех случаях проводилось при наличии показаний. В исследование было включено 1693 пациента, из которых в первую группу, в которой была применена монотерапия ДЛТ, вошли 657 человек. Во вторую группу 641 человек, у которых проводилось только перкутанная нефролитрипсия, и группа пациентов с комбинированной так называемой сэндвич-терапией составила 395 человек. На данном слайде представлено распределение пациентов по полу и возрасту. Обращает на себя внимание, что средний возраст пациентов всех групп составляет 48 лет, что подтверждает мировые данные о том, что мочекаменной болезни поражает преимущественно лиц трудоспособного возраста. Все пациенты были распределены по размерам конкремента. Было выявлено следующее соотношение в группах. В первой группе преобладали пациенты с размером конкремента до 1,5 см, пациенты с размером камня 2 см составили не более 5% в первой группе, во второй пациенты с крупными конкрементами составили уже более 0,5%, 53%, и в то время как размеры камня до 1 см практически отсутствовали. А в третьей группе все пациенты с крупными коралловидными камнями составляли подавляющее число пациентов. По локализации конкремента среди пациентов всех 3 групп наблюдалась определенная закономерность. У пациентов первой группы практически в одинаковом количестве встречались как чашечные, так и лоханочные конкременты. С 3-поди пациентам, которым проводилась перкутанная нефролитрипсия в виде монотерапии, встречались преимущественно конкременты лоханки и коралловидные камни. Ну а в третьей группе практически все конкременты были отнесены к коралловидным, различались между собой только по размерам и плотности. Так, именно в третьей группе преобладали пациенты с наибольшей плотностью, более 1200 единиц по Хаунсфилду, тогда как в первой группе у наибольшего количества пациентов, 386 человек, плотность камней составила от 800 до 1300, то есть средней плотности. Оценка результатов проводилась по некоторым критериям. Во-первых, это, конечно же, частота отсутствия камней после операции Стоун-Фри-Рейт, это частота применения вспомогательных методов лечения, это частота развития осложнений, частота рецидивного камнеобразования, а также функциональное состояние почки в отдаленном периоде. Под эффективностью операции, эффективностью первого сеанса мы понимали дезинтеграцию конкремента на фрагменты не более 3-4 мм, которые способны к самостоятельному отхождению. Эффективность для первой группы составила 89,5%, для второй – 92% и для третьей – около 99%. Оценить эффективность первого сеанса в третьей группе, конечно, не представлялась возможным в связи с многоэтапностью лечения. А для первой группы этот показатель составил 82% и 86% для второй группы. В первой и второй группе была установлена тенденция снижения эффективности первого сеанса оперативного вмешательства в зависимости от размера конкремента. При размере камня до 1 см данный показатель составлял 96,99% в первой и второй группе, а для размеров более 2 см в первой группе 14%, во второй – 72%. Такая же зависимость была установлена и для плотности камня. В случае с камнями низкой плотности показатели для первой и второй группы составляли 91,94%, а при конкрементах высокой плотности – 48,74%. Продолжение следует... Продолжение следует...